всем привет сегодня у нас видео обзор двигателя стиральной машинки lg с прямым приводом вот собственно сам мотор в разобранном виде состоит он из двух частей основных то есть первая часть она неподвижная крепится к самому баку пластмассовому тут набор катушек намотанных на наборе железа то есть катушек всего 36 как мы видим вот тут можно внимательно рассмотреть сколько их посредством 6 вот этих болтов блок катушек притягивается к баку тут мы видим разъемы посредством которых двигателя подключается модуля и видим подвижную подвижную часть двигателя то есть это своего рода такой маховик металлический корпусе которого вклеены 12 магнитов вот мы их видим в середине у нас пластмассовый переходник дабы исключить влияние магнитного поля через металлический вал на барабан то есть исключает возможность намагничивания самого барабана также видим внутри маховика вот такие вот небольшие лепестки они служат для того чтобы при больших оборотах двигателя чаще всего в режиме отжима данные обмотки двигателя охлаждались посмотрим толщину как я уже говорил через пластмассовую вставку крепится теперь хочу рассказать преимуществах и недостатках перед временным приводом преимущество перед временным приводом у инверторного мотора в том что если вы перегрузите стиральную машинку то она просто выдаст ошибку и пока вы не уберете лишнее белье она не даст вам простирать цикл временном приводе то есть ли вы наложите много белья то двигатель будет работать с перегрузками но он будет пытаться крутить барабан тем самым изнашивая ремень сокращая себе срок службы в этом плане минус недостаток перед коллекторными двигателями и перед синхронными тоже имею ввиду что с ремневым приводом недостаток заключается в том что инверторный мотор если небольшое отклонение напряжение в сети то он может не запуститься то есть он очень чувствителен к напряжению в сети в то время как двигателя чаще всего коллекторные они менее к этому чувствительны при пониженном напряжении они прекрасно работают стирают в пределах разумного имеют если понижение также нервный мотор в чем у него минус то что бак конструкция бака не поменялась принцип такой же как и у стиральных машинок с обычным ремневым приводом то есть там имеется дренажное отверстие и в случае того что если сальник начнет пропускать то вода пойдет в двигатель как мы видим вот следы воды как раз на ремонт взял стиральную машинку менял сальник подшипники и видно что вода сюда попадала с этим мотором все нормально как говорится пронесло но это опять же недостаток то есть у двигателя который соединен с барабаном посредстве посредством ремня и шкивов двигатель расположен снизу и основная его часть электрическая расположена под баком то есть шансов попадания на него воды все же меньше так принципе ну и главное конечно же главный маркетинг маркетинговый ход почему эти инверторные двигателя так хвалят потому что они бесшумные бесшумность хода насчет экономичности вопрос спорный как бы не замерял сам ничего не могу сказать плане того что шума меньше да я согласен то есть практически не слышно как машинка работает в принципе вот самые очевидные плюсы и минусы если у вас есть что добавить давайте подискутируем на эту тему я как всегда говорю что мне интересно услышать мнение моих подписчиков и зрителей на этом все всего хорошего спасибо за внимание до свидания